Всем привет! С вами канал Armormaster. Сегодня у нас рубрика после сборки и рассматривать мы будем модель немецкого истребителя танков Jagdtiger от Takom. Сразу скажу, что эту модель я не собирал, только красил, но тем не менее я делал обзор на коробку и в принципе получил, так сказать, обратную связь непосредственной по сборке. Ну, самый, наверное, сложный момент, насколько я понял, это стыковка лба рубки. Почему? Потому что Takom не оптимально там все сделал. И вообще, в очередной раз я убеждаюсь в том, что лучше всегда сначала стыковать крупные узлы между собой, а потом расклеивать мелочевку. Если собирать по инструкции, могут быть определенные трудности. Но в целом модель достаточно приятная, рабочие гусеницы из коробки, неплохая деталировка, разумная цена, все более-менее. Те моменты, которые там, например, как замки шанцевые инструменты или еще какие-то вещи, ну это стандартные, так сказать, ограничения литья пластика. В целом модель вполне нормальная и собираемая. По окраске. На самом деле вариантов никаких не было. С такой ходовой частью, с пошевской ходовой частью, все, кроме 314-го ягдтигра и опытного ягдтигра, были покрыты циммеритом. Поэтому, если циммерит не делать, то у нас буквально единственный вариант. Но, правда, с этим вариантом тоже есть определенный момент, который заключается в том, что если не делать его тыф, то мы становимся очень сильно ограничены в художественных средствах. Почему? Потому что этот ягдтигр, в общем-то, его боевая судьба, это квинтэссенция всех вот этих вот сверхтяжелых машин. Он тупо застрял и был брошен практически новым. Фотографии этой машины есть. Она более-менее чистенькая, там только на ходовой немножко грязи. А в остальном чистенькая новая машина, просто брошенная из-за невозможности его эвакуировать, либо из-за того, что топливо кончилось, или еще что-то там с ним произошло. Поэтому задача состояла в том, чтобы более-менее похоже нанести камуфляжные пятна, ну и так минимально, легонечко его подзатонировать. Пятна наносил при помощи маскировочной смолы черной от АМА. Вполне неплохая, в общем-то, субстанция. Единственный с ней момент, в отличие от Блютака, она не держится. То есть вот мы ее нанесли на модель, и она продолжает по ней растекаться. То есть если мы на неделю, грубо говоря, оставим, у нас все растечется. То есть надо все делать одним днем. Этот момент надо учитывать, и он такой несколько неожиданный. И я, по всякому случаю, нигде, ну как в мануале, про это не прочитал. То есть это не Блютак, где можно оставить и потом через какое-то время снять. Нет, здесь все надо делать достаточно быстро. Вот, ну а в остальном все, в общем-то, стандартно. Сразу тоже скажу, что суперидеально нанести без единого запыльчика, конечно же, не удалось. Поэтому кое-где в паре мест пришлось подкрашивать кисточкой. Плюс по тому борту, который есть на фотографиях, я ориентировался на фото. Там, где нет фото, ориентировался на инструкцию Такома. И если я правильно помню, у Такома, как всегда, виды сбоку, виды сверху друг с другом не сошлись. То есть художник там не заморачивался с тем, чтобы пятна сходились при просмотре с разных ракурсов. Это надо учитывать, ну и, соответственно, корректировать где-то на лету. Вот, ну а в остальном все абсолютно стандартно. Фильтр, легенькие сколы, минимум потеков, легкая ржавчина на траках. Я знаю, что траки на самом деле практически не ржавеют, но как художественный прием для того, чтобы было поинтереснее, решил сделать так. Чуть-чуть потершанец, чуть-чуть затонировал ходовку. И, в общем-то, и все. На этом модель была готова. То есть каких-то суперсложных техник я не использовал. Повторюсь, во многом из-за того, что была задача построить модель конкретного прототипа, а конкретно этот прототип повоевать-то толком и не успел. Но, с другой стороны, он большой, он интересный. Хотя тоже я вот немного разочаровался в Ягтигре. Мне до этого самому хотелось собрать Ягтигр. После того, как я покрасил Ягтигр, я понял, что я не хочу собирать Ягтигр, потому что, на мой взгляд, он все-таки скучноватый. Слишком большие поверхности, слишком мало всякой мелочевки. Мне кажется, чисто эстетически он не очень хорош. Но это уже, естественно, сами понимаете, абсолютно субъективное мнение. Но если вот вы тоже подумываете, а не собрать ли мне Ягтигр, и при этом думаете, что, может быть, он будет выглядеть скучновато, то имейте в виду, может вполне выглядеть скучновато. Ну, в третий раз скажу, это вкусовщина. Ну, а хороша модель или нет, в общем-то, решать вам. Если вам понравилось, ставьте лайки, чтобы быть в курсе новых выпусков. Подписывайтесь. С вами был канал Армормастер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok